Друзья, в своих руках я держу мировой бестселлер, переведенный на 7 языков, автором которого является Атам Амедов. И книга называется «Диалог с ментальным спонсором». Автор книги у нас в гостях – Атам Амедов, гуру сетевого бизнеса. Здравствуйте, добро пожаловать в студию Новосибирск. Мы очень рады вас приветствовать. Ну и на самом деле, чтобы народ не напугался, это гуру сетевого бизнеса, сетевый бизнес. Знаешь, немножко объясним людям, тем, кто где-то живет там или не слышал, что это такое, как это, с чем его есть, и опасно ли это для здоровья. Ну, сетевое – это от слова сеть. То есть выстраиваешь сеть потребителей, сеть распространителей, сеть продавцов, но это не сеть аптек. Это прямые продажи, это бизнес от человека к человеку, и я этим занимаюсь 22 года. 22 года. Ну, это же очень старое направление в Америке, по крайней мере, это прям уже огромное количество лет. Когда в Америке это родилось, я еще не родился. Вот даже так, друзья мои. Вопрос, законно ли это? С точки зрения, если брать юридические законы российско-федерационные, незаконно. Даже… Почему? Потому что у нас нету закона о сетевомаркетинге. А, вот оно. Но у нас есть закон о предпринимательстве, поэтому на каком-то вот этапе что-то можно делать. Идут споры о том, что, может быть, надо внедрить закон. В принципе, правительство не против. То есть в Госдуме закон уже лежит, наверное, лет 15 точно. Более того, собираются вводить такое понятие, как должность менеджера сетевого бизнеса в трудовую книжку. Даже начали где-то в каких-то вузах что-то обучать. Но всегда нужно вживую работать. Я предлагаю перейти к книге. Дело в том, что это не только инструкция к тому, как стать успешным в том деле, которым вы занимаетесь. Ну и, в принципе, инструкция к правильному житию, бытию, работе, существованию. И хотелось бы вот кратко выжимки. Может быть, ваши советы, рекомендации о том, как быть... Ну, начнем с первого. Счастливым. Счастливым. Можно ли стать счастливым? Есть такое понятие? Давай попробуем. Возьмем книгу. Неинтересно, а уже становится. И сейчас поиграем в одну игру, пока. Можно ли стать счастливым? Я тебе даю 30 пунктов. 30 пунктов. Ты даешь... Ты берешь, выбираешь номер. Угу. Читаешь. И там же читаешь ответ. И посмотрим, попадаешь ли ты в это счастье или нет. Говори номер. Наугад. 15. Хорошо. Читай, что написано здесь под номером 15. Вот оно как. Номер 15. Сладкая ли жизнь будет в будущем? Это зависит от горечи побед в настоящем. Вот так вот, друзья мои. Все очень просто. Счастье через победу, через труды. Хочешь ли быть счастливым? Пройди через страдания. Но приходилось ли вам проходить через страдания для того, чтобы добиться такого положения? Конечно. Счастья. Вот самое, не знаю, может быть, жесткое разочарование, с которым вы сталкивались, которое приходилось преодолевать, которое сделало вас сильнее. Я считаю, что это люди. Чем больше тебе плюют в спину, тем больше ты впереди. Конфуция. Это хорошо, запомните эту фразу, а мы перейдем к следующей теме нашего общения. Это цели. Потому что самое главное, вообще, в принципе, мне кажется, в жизни, это правильная постановка цели. Понимаете, волшебная к нему у нас в друзьях, хочется сказать. Он, наверное, сегодня играет со мной. Ахалай-махалай, сим-салабим. Какую игру ты играешь со мной, я не знаю. Но здесь есть о целях. И большая часть людей, они на каком-то этапе теряют цели. Почему? Потому что разочаровываются в жизни. Но я, конечно, могу тоже опять взять 30 пунктов и тебе сказать, выбери один. Сейчас, не знаю, тут листать и листать. Будем более конкретными. Растерять. Растеряться можно. Но на самом деле есть же еще проблема не только постановки целей, но и потому, что ты поставил не тут цели. Возможно, идешь не туда. У многих людей случается кризис в этот промежуток времени, когда ты шел, шел, шел. А зачем я сюда пришел? Хорошо. Ткни любой пункт вот здесь. Вот сюда. Читай. Если у тебя нет цели, то только потому, что ты не выбрал путь, по которому хочешь. Вот ответ на твой вопрос. То есть, пока ты не избрал путь, по которому идти, к чему ты будешь идти? Мы можем прочитать очень много вещей по целям. Там очень много мантр таких, которые нужны людям. Но самое главное из того, что там написано, если у человека нет цели, он погибает. Да, тут я абсолютно, на самом деле, с вами согласен на 100%. Но, опять-таки, цель, успешность, здоровье, счастье и такое понятие, как богатство, наверное, деньги. Совместимы ли это вещи? И вот будем говорить прямо, ну, деньги все-таки главное или не главное в жизни в нашей? Деньги – это разменная вещь. То есть, деньги нужны для реализации цели, для личностного роста и для всякой мелочи. То есть, это разменная вещь. То есть, это не для того, чтобы там вот обогатиться и вот буду королем. Нет. Но чем больше у тебя денег, тем выше ты как личность. Большинство людей, они живут какими-то старыми понятиями, что вот деньги – это плохо, деньги – это война. Ты на собаку должен надеть бронежилет, если у тебя есть деньги. Девочку, дочку нельзя пускать в школу без двух охранников, сзади двух охранников сверить. И это вот это вот старое мышление, которое нам давалось для того, чтобы мы не росли. И каждый человек должен осознавать, что он хочет, ради чего он живет, чего он хочет достичь жизни. И если у него этого нет, то он существует, а не живет. Есть очень хорошая фраза – вы живете или просто дышите? Ата, ну вот могут сказать наши зрители, я, может быть, отчасти даже тоже поддержу этот вопрос о том, что, ну вот когда вы успешны, когда у вас есть деньги, когда вы решили этот вопрос, спокойно живете, наслаждаетесь жизнью. Это одно говорить о том, что, ну, это разменная монета. А когда сложная, плачевная ситуация, не самое лучшее положение, хотелось бы путешествовать, отдыхать, ничего не получается. И тут народ смотрит по-другому, что это все-таки главная цель. Да. Кто прав, кто виноват? Я был в таких ситуациях, когда ты оставишься не то что на нуле, ты наводишься в минусе, в долговой яме. И здесь самое главное – не завязаться с ямой. Большая часть людей, они пытаются отдать долг, которых у них есть, и в ту яму, в которую они вползли, они начинают работать над этой ямой. Это большая ошибка. Я, когда перечитал массу литературы, я понял, что нужно отходить от этой проблемы и решать ее со стороны. Когда ты ее можешь решить? Вот тогда-то. Что для этого нужно сделать? Вот это. Но не привязывать. Если ты себя привязываешь к яме, она еще будет больше. Привязывай себя к цели. То есть, когда работаешь на вот то, что тебя держит, оно будет тебя нести вниз. Хорошая мысль. Друзья, запомните ее, пожалуйста, и сегодняшний день начните именно с этой мудрой мысли. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был гуру сетевого бизнеса, автор мирового бестселлера «Диалоги с ментальным спонсором» Атам Амедов. Спасибо вам большое. Спасибо вам.